Девушки отдыхают Подземный зал Катулы в Барангару Сиднея пропитан творческим духом и историей одного из самых знаменитых и влиятельных художников XX века Фриды Кала. Эта уникальная биографическая выставка погружает зрителя в историю экстраординарной миссиканской художницы, позволяя лучше понять женщину, чья настойчивость, непокорность и талант опережали свое время на столетия. Испанская компания Lyres of Realty, занимающаяся цифровым искусством, наряду с корпорацией Фриды Кала, трансформирует обширное пространство Катовой. Мультисенсорная выставка объединяет голографию, 360-градусные проекции, традиционную мексиканскую музыку в живом исполнении и опыт виртуальной реальности, который переносит посетителей в самые известные работы Кала. Посетителей приглашают пройти по каждому из залов, погружаясь в творчество художника, в том числе через виртуальную реальность, которая действительно позволяет проникнуть внутрь произведений Кала. Хотя вся выставка в любом случае предназначена для культивирования этого ощущения, и цифровые версии картин Кала расширяются на каждой поверхности, в каждом зале. В рамках интерактивного компонента участники могут сделать свои собственные цветочные венки и превратить свои рисунки в произведения искусства в стиле Кала, а также увековечить этот опыт на сувенирных фотографиях. Цель – превратить биографическую выставку Афреди Кала в мерсивную витрину, заставить посетителей по-настоящему понять ее искусство, настойчивость, бунт и навыки, и почему она является иконой. Итак, на входе мы видим алтарь. В мексиканской традиции алтарь мертвых – это место, где живые воссоединяются со своими умершими близкими. В самом простом, наиболее распространенном из этих алтарей, есть два уровня, представляющие землю и небо. В самой сложной и верной традиции есть семь уровней, представляющих шаги, необходимые для достижения вечного покоя. Жертвенник мертвых должен обеспечивать определенные потребности. Воду, которая символизирует чистоту и утоляет жажду мертвых после их долгого пути. Свечи, чье пламя – свет надежды и руководства. Благовония, чтобы отогнать злых духов. И цветы, особенно ноготки, цвет и аромат которых указывает душам путь. Этот алтарь символизирует начало нашего пути в жизнь и творчество Фриды Кала. Далее коридор, где мы можем прочитать о главных вехах в ее биографии. Информация, почерпнутая тут, готовит нас к дальнейшим залам. И следующее пространство посвящено боли, горю, раздумьям и борьбе, где кровать – это центр. Помимо слияния внешнего и внутреннего миров, картины Кала опирались на традиционный культурный акцент Мексики, на магию и ритуалы. Ее картины наполнены символикой. Так, попадая в следующий зал, мы оказываемся в водовороте цветов и символов, что начинают движение от каждого нашего шага, словно ведут нас. Выставка называется «Фриды Кала. Жизнь иконы», а калибри – литмотив выставки. Эта птичка почиталась в древней мексиканской культуре, а мертвую птицу носили как амулет, который, как считалось, восстанавливает утраченную любовь. И Фриде было нужно восстанавливать ее разбитое сердце так же часто, как и ее искалеченные кости. Она была невероятна, как калибри – существо, которое взмахивает крыльями 80 раз в секунду, а ее крошечное сердце бьется 1260 раз в минуту. У них короткая жизнь. Чудо мексиканской художницы Фриде Кала заключалось не только в ее революционном искусстве, не в том, что она умерла в 48 лет, а в том, что она вообще рисовала и прожила так долго, учитывая, что ее последние 30 лет были физическими пытками. Захромав от полиэмилитов 6, в 17 она собиралась стать врачом, когда трамвай врезался в автобус, в котором она ехала, а перила пронзили ее таз. Затем последовали два года операций и ненадносимых корсетов. Чтобы отвлечься от боли и горя, от осознания того, что она не может родить ребенка, и чтобы облегчить скуку выздоровления, Фрида занялась рисованием, чувствуя себя вынужденной воплотить свою внутреннюю жизнь вовне. Позже это объясняют ее многочисленные автопортреты. Фрида Кала Кальдерон родилась 6 июля 1907 года в Кайакан, Мехико, в неспокойное время, когда борьба за социальные перемены начала приобретать все большее значение. Мексиканская революция началась, когда Фриде было 3 года, в 1910. И она всегда указывала год своего рождения как 1910, чтобы люди напрямую ассоциировали ее с революцией. С раннего детства Фрида начала проявлять свою яркую индивидуальность и преданность жизни, победив тяжелый случай полиэмилита, от которого атрофируются мышцы ее правой ноги. В 1922 году Фрида достигает важной вехи, которая оставит невообразимый след в ее жизни. Она станет одной из 35 женщин, получивших место среди 2000 учеников Национальной подготовительной школы в самом сердце Мехико. Это является важным первым шагом в университет, а в случае Фриды – стать врачом. Оторванная от строгого католицизма своей матери и защищенная анонимностью большого города, Фрида вскоре показывает миру, кто она есть на самом деле. Находчивая, любопытная, импульсивная, смелая и дерзкая, она сразу же присоединяется к студенческой группе под названием Качучас, члены которой становятся для нее второй семьей. Именно здесь Фрида находит свою первую любовь – Алекандро Гомеса Ариаса, лидера группы. 17 сентября 1925 года в дождливый день, Возвращаясь на автобусе в Каякан после уроков, Фрида понимает, что забыла зонтик. Вместе со своим любимым Алекандро она выходит из автобуса, чтобы найти его. Через некоторое время они оба едут домой на другом автобусе и через несколько минут в них врезается трамвай. Субтитры создавал DimaTorzok